постоянно вижу что прибывают в наш жилой комплекс машины скорой помощи и люди в чатах пишут что очень большая заболеваемость вот этим омикроном коронавирусом вот идет ну сам жив-здоров дай бог что так и было снегу снегу наваливает периодически конкретно буквально сейчас вот еще тоже что-то повалило и прекратился эти циклоны надя и еще какая-то баба напали на москву вот поэтому управляющая компания особо не справляется с прочисткой но кстати говоря не всегда даже видно они вон там что-то вроде грузят снег расчищают и вот тут как раз я жалею то что пикапа у меня нет сейчас полноприводного эх потому что раньше на вот такой снег даже внимание обратил бы а сейчас на легковушки конечно замечаешь очень сильно и лопатой пользуешься и вот в такую кашу нормально не залезешь но что ж зато у него другие преимущества есть да я знаю что видео мои смотрят некоторые люди которые купили вот во второй очереди квартиры домах кстати вот почему-то дальние уже деланы и ночью свет не горит школа и детсад то же самое здесь у нас еще каток сделал управляющая компания он даже заливается периодически но сейчас он не чищен и никто его на начать и день и не будет хотя он там скребок стоит чуть-чуть почистили для катания все и вот два корпуса буквально прямо на глазах растут то есть раз два три 4 5 6 кранов здесь и прямо очень активно идет здесь надо поставить камеру на таймлапс и можно потом ускорить видео и увидеть как это все растет по поводу снега вот значит эти циклон надя и еще одна женщина нехорошая это не тут снегу нам понанесли соответственно не успеваю тут все расчищать не справляются хотя до этого вот там чистили все здорово сейчас даже на проезжую часть не успевают силы бросить тут же у нас строится дальше продолжает как ее ярмарка хотя тут должна была быть зеленая зона но посмотрим что это будет ларьки уже стоят с отметкой сдаются в аренду и что еще вот этот лагерь строительство если помните летние летние видео там контейнера стояли в два этажа сейчас я пройду дальше покажу вот другого ракурса чуть-чуть засниму строящиеся корпуса тут же вроде как уже должны в феврале сдавать какие-то судя там по каким-то срокам но не знаю там уже что-то есть а здесь еще что-то строится тут и уже потерялся в очередях если честно единственное что могу сказать вот за штабом строительства эти контейнера их перевозят перевозят за дорогу за оставьевское шоссе вон туда дальше он там уже краны что там появляются и эти постоянно бегают рабочие я надеюсь что еще с этой стороны скоро появится здесь еще один выезд вот потому что с левой стороны там открыли в сторону барашевской рощи очень удобно стало выезжать заезжать светофор стрелочка все классно с вот этой стороны еще пока нет и с одной стороны и с другой стороны он экскаватор работает огромные кучи снега тут еще детвора прибегает но получается где-то чуть выше второго этажа высота то есть такая хорошая горка на которой можно покататься и ребятня туда проникает вот помните за вот этими ларьками торговыми которые самыми первыми появились больше ничего не было в плане торговли в жека буквально с прошлой весны здесь же все стояло в контейнерах нет уже все переносят и вот синие опоры линии электропередач высоковольтные они пока без самих линий без проводов то есть все настраивается плюс не забываем что от станции остав его еще тянут проезд и какая-то развязка то есть что-то будет о какой-то работяга голову потерял вот этот выезд наверно скоро будет здесь когда все расчистят а пока но это еще летом открыли проход здесь уже остановки то есть вариантов несколько некоторые вот прямо парк некоторые даже туда ходят там один маршрут есть кому-то удобен некоторых случаях он и мне удобен есть вот здесь посадка и есть с другой стороны которая вид на аэропорт идет вот у нас запасы снега с каждой стороны огромные это все сюда складируют потом в эти в машины вывозят а снега но сантиметров 40 точно в ненакопанном смысле состоянии так вот вон они контейнера теперь строительные где а летом я когда-то еще проезжал видел здесь машины там уже что-то раскопалось там уже техника начинает работать я тогда еще говорил вот там по-моему геодезисты начали работу свою уже началась разметка то есть скоро будет наверное очередная очередь и старт продаж от котлована то есть самые выгодные цены ухты а там где совсем не чищено идешь и ноги прогрузают и неудобно что будет здесь на вот этих территориях их его знают вот деревья какие-то народ летом шашлыки здесь жарил вдоль шоссе оставьевского конечно здесь активнее движение идет и у кого дома на эту сторону я думаю шума больше у меня на сторону аэропорта ну тоже уже начинается какая-то активность посмотрим что это будет там же еще той стороне алхимова он они кстати дома видны достраиваются и такая фишечка что будут движение транспорта начинаться оттуда и к нам уже будут забитые маршрутки подходить уже это обсуждали плюс если вот это метро будет здесь и станции оттуда идти то и тут уже нагрузка плюс нагрузка на дорожную сеть не знаю что это будет но это течение 10 лет должно здесь что-то нарисоваться появится так я уже вижу по правой стороне экскаваторы реально до раскапывать котлован так что вот 31 января 2022 года еще одни исторические кадры вот дома кто-то здесь купит вот так это ребята выглядело до того момента как вы сюда заселились но года два-три наверно будет еще длиться строительство заселения ну когда ты здесь тоже была степь дачи тишина никого это не тревожило а теперь вот пожалуйста новый микрорайон строится я один из первопроходцы в нем буду держать в курсе что это будет дальше происходить район наш забрендировали вот этой надписью ночью светится красиво привлекает внимание от офис продаж корпуса это так немножко с этой точки обзор на панорамно отснять хочу как это все дело выглядит ну его тут он уже роются желтые новый котлован новые дома будут у кого-то когда-то вид был из тех домов и из этих домов был другой вид но теперь будет все меняться все меняется ничего на месте не стоит что-то быстро что-то медленно а все это мы увидим только что прошествии времени так что это нормальный процесс кстати обратили внимание на том и на этом выходе на какую ширину почищена все ну скажем так условно но почищено пройти то можно и и там и здесь есть вот специально для санок то есть если кто-то там ребенка тащит чтобы не по лестнице вот это все подниматься спускаться а вот пожалуйста здесь и полозив объездной путь вот такое маленькое решение а как она упрощает жизнь мамочкам еще вот такой шкафчик стеллажик прихожую тоже купешка будет причем на шесть дверей а где тут шесть дверей купешных дверей да как это будет выглядеть я вам покажу я отдельно видео решил заснять то что на канале либо появилась уже либо появится но все процессе только что воспользовался сервисом новым который в тенау появился по пути отдельно снял обзор это своего рода такое такси как бы маршрутное получается желтый автобус mercedes кожа на сиденье все классно все комфортно ты выбираешь точку посадки точку высадки они на карте обозначенной куда он может при прибыть и он за тобой как бы заезжает по пути все и привозит к месту назначения но место назначения у меня сегодня вокзал чербинки с него и хочу попасть в москву кое-что там какие какие вопросы решить ну и просто еще прогуляться попутно давненько я в москве не был а в москве живу да отлично хороший поезд думал я приедет а он без остановок ждем следующий вот интересную картину такую сейчас наблюдал девушкам что нормально прилично одета молодая зонт у нее значит вот этот вот магнитный я только в гараже использовал для доставания упавших деталей она с помощью него достает монеты которые уронили при оплате либо при изымании сдачи я так посмотрел неплохие жмение вот даже бы не подумал в жизни что она подходит проверяет сначала лотки для сдачи то есть может кто-то забыл и дальше и вот так вот ходит собирают мелочь вот такой первый раз вижу ну да я то так чаще все на машине на машине транспортом уже внутри москвы пользоваться либо доезжал до метро а это ж вот специально протестить по пути сервис ну и сейчас уже возвращаюсь скажу так с Щербинкой от нашего микрорайона сообщение лучше нежели с Бутово вот из Бутово возвращаться неудобно либо пересадки либо где-то пройтись надо перейти и все остальное то есть как бы вот ну мягко говоря неудобно сейчас я иду здесь уже дорожку протоптали буквально перед этим там приходилось перелазить и по такому глубокому снегу идти то есть если человек скажем так с ограниченными возможностями либо возраст очень сложно будет весной я думаю тут вообще трешак на вот этой дорожке начнется полный трешак и от остановки я так прикидываю минут 15 наверно идти вот то есть плохую погоду конечно тоже тоже не алё но надеюсь в скором времени тоже все это будет исправляться новые маршруты будут появляться тем более вот под окнами остановки они пока толком еще не задействованы так что все в будущем а справа от меня вообще прям снежная целина нетронутая красотища до снегу в этом году навалило просто мама не горюй по москве где-то проходил тоже вот жилые дворы там все остальное прям по плечо сугробы вот реально приближаясь уже к району вижу надпись а по ту сторону я уже говорил там уже работы начались вон кстати видно подсветка работает какая-то техника и такое ощущение что там начали забивать сваи интересно до какого времени это все происходит потому что когда-то в детстве я помню строился район ну метров наверно 400 от меня и вот там тоже забивка свай как раз происходило я скажу слышно хорошо не то что слышно там все взрякало в квартире а тут вот здесь строят а через дорогу жилые дома так что кому-то придется потерпеть здесь из первой очереди из первых корпусов так а я что а я планирую ехать надо мне отъезжать созрели планы очередные пока что все еще я на два города проживаю вот поэтому буду завершать этот выпуск если что-то интересное еще будет с нему добавлю но пока всем спасибо за просмотр вернусь сюда еще и продолжу свои наблюдения впечатления и отзывы буду делиться с вами спасибо всем смотревшим кому интересно какие вопросы спрашивайте комментируйте и так далее до новых встреч пока